На конференцию Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» съехались делегаты со всех районов области. Открыл конференцию секретарь Ульяновского отделения Владимир Камека, который отметил, что сегодня как никогда важно быть вместе в едином строю. Не только партийные ряды стали более прочнее, но и простые люди, люди разных политических взглядов начали сплочаться вокруг партии. Партия стала площадкой как в борьбе с ковидом, так и в помощи нашим ребятам, которые сегодня выполняют свои обязательства в зоне специальной военной операции. Это серьезный достаточно пласт работы, который мы проводили, проводим и будем продолжать это делать. В конференции принял участие губернатор Алексей Русских, несмотря на другую партийную принадлежность. Как сказал глава региона, сейчас главным становится не политическая борьба, а работа всех политических сил, направленная на решение главных задач, поставленных президентом страны. И на первое место нашей совместной деятельности должна выйти поддержка и продвижение тех проектов, тех региональных законов, которые направлены на выполнение поставленных перед Ульяновской областью обязательств. Пользуясь возможностью, я хочу от имени исполнительной власти правительства Ульяновской области поблагодарить вас за тот вклад, который партия «Единая Россия» уже много лет вносит в развитие Ульяновской области. Участники единогласно проголосовали за обновленный президиум регионального отделения партии. Первым в списке оказался участник СВО депутат Ульяновской гордумы Владимир Ожогин. Он служил с начала сентября по начало декабря прошлого года в составе добровольческого казачьего подразделения «БАРС». Принимал участие в боевых действиях на Краснолиманском и Харьковском направлениях. В ходе ожесточенных боев получил контузию. Делается, конечно, много. Приходит много помощи, и гуманитарной помощи, и не только гуманитарной, а технической, и военной помощи. Приходят и квадрокоптеры, и еще какие-то вещи. Ну, конечно, по возможности я бы просил эту помощь усилить, потому что есть такие вещи, которые реально спасают жизнь. Вторая по списку избранных в президиум создатели и администратор чата своих «Не бросаем» Димитровград – Ксения Душкова. На базе чата осуществляется сбор и доставка необходимых вещей, технических средств, мобилизованным димитровградцем и жителям других районов области. В настоящий момент уже осуществляются поездки и доставка гуманитарного груза в линию, где происходят непосредственно боевые действия к нашим ребятам. Наш организатор и владелец сайта Сергей Терехин непосредственно сам доставляет этот груз. И 100% гуманитарной помощи, которая собирается, это огромное количество не только вещей первой необходимой помощи, это же, конечно же, и средства технического содержания. Почетным гостем мероприятия стал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Он представил проект «Моя карьера с «Единой Россией», который поможет предотвратить безработицу в непростое время. Мы решили со службой занятости объединить наши усилия. В рамках общественных приемных, штабов общественной поддержки партии мы создаем кадровый центр, наши специалисты проходят обучение, мы находимся в постоянной связи. Если человек пришел, мы сможем ему сразу же помочь заполнить анкету и разместиться на портале «Работа в России». Наши специалисты умеют помочь грамотно составить резюме. На конференции также подняли тему подготовки к грядущим выборам депутатов ЗСО, Гордумы Димитровграда и Советы городских и сельских поселений 20 районов Ульяновской области. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Улправда ТВ.